Итак, друзья, всем привет! Давно не заходил на наш канал общий с вами. Значит, на основу Ford Mondeo 2.0 TDCI. Взялись мы с товарищем, с моим коллегой за ремонт насосов. На чем не пожалели. Действительно не пожалели, потому что, в принципе, Delphi классная система экономичная, Common Real. Но есть некоторые нюансы по ней. А нюансы такие, что привередливая к топливу, привередливая к обслуживанию. Вот запчасти, мы так поняли, что запчастей очень сложно идти сейчас хороших, оригинальных. И много подделок на рынке, но все-таки нашли хороших людей в Киеве, которые нам поставляют. Ну, всех поздравляю, во-первых, с началом учебного года. Всем вашим детям маразума, грызть науку, гранит, чтоб казался мягким, как металл литий. Металл литий очень мягкий. Счастья, здоровья вашим детям, всего самого хорошего. Итак, у нас Ford Modelo сегодня, 203 CE, 2003 года выпуска. Классная машина, резвая, все живенькая. Но мы его делали. И произошла такая, как бы, каверза. Мы поставили его на парковке, выше Исашана, и как бы капает солярка. Капает в районе... Мы подумали, что сначала сбрасывающий клапан здесь, который вот тут он находится. Я сейчас покажу его вам наглядно, какой он есть в реальности. А он у нас вот такой. Вот такой клапанится. Вот такой. Буду показывать здесь, чтобы было понятно. Вот, смотрите. Вот такой клапан. Думали, что отсюда течет. То есть, это клапан избыточного давления гидроголовы. Вот это гидроголова. Вот это ржавенькое. Это сама низкий отдел, это высокий отдел. Или думали сначала, что льется вот с этого вот... Я называю его... Вентури называется он. Вот обратно какой-то поступает с форсунок, проливается. И насос подкачивает его в бак. Вот выход в бак. Вот вход. Вот вход с форсунок, а вот вход в бак. Пошло в бак. То есть, слив с форсунок, и пошло у нас, выливается в бак. Насос подкачивает на разрежении. Потом подумали, что под датчиком. Но! Залезавший в яму, вот в этом районе, смотрите, вот. Район вот этого вот. Их три, которые держат гидроголову. Таких вот шурупа. Смотрите, вот. Вот раз. Вот два. А вот три. Вот три. Вот тут, в этом районе, маленькая щелочка такая. Вот тут. И мы, скорее всего, его не дожали. Ну, мы списываем на себя. Не говорим там, что, может быть, она открутилась. Но тут открутиться просто нечему. И вот эта вот пипка, вот эта вот, она была, она отпущена. Сейчас я покажу, как она там двигается. Вот. Вот он у нас вдали. Вон там вот, за тем вот треугольничком. И вот я шатаю. Вот это вот, видите? Сейчас. Таким, мы сняли голову. Ничего не менялось. Вот. И мы обнаружили вот такое. Вот такую вот историю. Видите? Вот. Передавлена прокладочка. Большая прокладка, которая стоит на гидроголове. Вот такая проблема. Так что проблема была не в закрутке, даже можно сказать, а в том, что либо на перекос собрали, либо неплотно села на перекос, и одна была отпущена, ее от вибрации расколбасила. Вот так вот. Видите, вот что произошло. Вот такая ситуация. Все. Прокладочку под замену. Проблему нашли. Заменяем и ставим. Все. Вот такие, ребята, дела. Будьте обережны. После замены прокладки честь ушла, не капает. Это все с прошлого этого осталось у нас. Сейчас будем мыть все на моечке. Промоем все порошочком. Все будет окей. Значит, мы достаточно рекомендуем менять прокладку, ту, которая ремкомплект. Любитель дизелей Delphi кому-то относится менять прокладочку, дабы не было течи вот там вот по прокладке по той возле гидроголовой. Сейчас покажем, какая. Вот такая вот прокладочка. Вот что с ней произошло. Видите? Я уже показывал на гидроголовой. Вот. Ее менять. Потому что она с этой стороны черная, а с другой стороны коричневая. Вот повреждение произошло. Черная. Коричневая. Все. Все, ребят. Всем благословений. Удачи в этом нелегком, но хорошем деле. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok